Страстная седмица – самая строгая неделя Великого поста. Обычно в пост нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты и рыбу, а в страстную неделю нельзя употреблять даже пищу, приготовленную на масле. Исключение делается для беременных женщин, детей и людей с проблемами со здоровьем. И кто имеет силы, не умрут, если вот эту неделю немножечко воздержатся ради Бога, ради своей души, ради того, чтобы показать, что мы любим Бога и ради его страданий воздерживались от куска мяса, может быть, даже и от чего-нибудь другого, чтобы показать победу духа над плотью. Помимо строгих правил поста, людям на страстной неделе следует больше внимания уделять делам духовным, ходить в церковь и молиться. Каждый день предпасхальной недели имеет свое значение. День пятницы. Самый строгий постный день в году. День великой скорби, когда Христос умер на кресте, нас ради человек и нашего ради спасения. Поэтому в этот день христиане не вкушают ничего до выноса святой плащаницы, до вечерни, где-то до трех, до четырех часов. Настоятель Свято-Георгиевской церкви заявил, что церковь старается проводить все богослужения и церемонии в соответствии с антиковидными правилами. Например, ложку, из которой причащаются прихожане, дезинфицируют после каждого человека. Потому что эта неделя называется Пасха страданий. Чтобы люди вспомнили о Христе, почитали Евангелие, попросили еще раз друг у друга прощения и по возможности прийти на службы. К строгим правилам поста люди относятся по-разному. Для некоторых это испытание как для духа, так и для тела. Другие пост не соблюдают. Пост должен быть духовным испытанием. Это не какая-то диета. Не нужно придерживаться строгих правил поста, потому что кто-то так советует или говорит. Мы должны осознавать, для чего нам это. Ну, я пост не держу, поэтому ничего сказать не могу. Каждый для себя решает, кому нужно, кому не нужно. Я питаюсь так, как мне нравится. Ну и живу точно так же. Вы понимаете, пост — это хорошее дело. Во-первых, очищает организм. Во-вторых, он заставляет нас задуматься не только о материальном мире, но и о духовном. Ну, вообще, я по вероисповеданию иудейка, но посты я держу в течение года. Меня родители и деды так учили. Пост — это духовное испытание. Всё, что происходит в церкви потом, — это менее важно. Сейчас, учитывая пандемию, не думаю, что стоит всем идти в церковь для причащения. В этом году православные христиане отметят праздник Светлой Пасхи 2 мая.